Это просто пшик, но только на первый взгляд. Граффити. Большое видится на расстоянии. В субботу в саду 1 мая весь день проходил фестиваль уличного искусства. Десятки баллончиков с краской. В качестве участников заявились 17 человек. В том числе известный в стране райтер Макс 13. Вместе с тем многие художники на фестивале впервые. Сегодня я буду изображать свое имя по граффити сленгу. С закатом, с какими-то еще белыми приколюшками. Объем яркий, все ярко. И фон темный, будто космос. То есть ты можешь прилетать в космосе и можешь залететь куда угодно. Потому что космос – это такое большое пространство. Круг тем организатора фестиваля для участников все же очертили. Их три – эпохи, экология и человек в городской среде. Но чтобы не ограничивать людей творческих, добавили еще одну – авторскую. Ирина решила изобразить листья. Те, что на деревьях пожелтеют и опадут. Ее останутся вечно зелеными. Я просто фанат озеленения тотального. Я люблю это растение. Хочется, чтобы было напоминание. И потом на зиму, как заготовки, хозяйки делают варенье. Можно листики также законсервировать на стене, чтобы хранить память о весне, о лете. В качестве полотна выбрали сад 1 мая не случайно. Этому городскому пространству не хватает ярких красок. В городе, в центре города, это, пожалуй, остался единственный такой совсем уж не обустроенный участок. При том, что шикарное место, очень много деревьев. В жаркое лето, которое сейчас, здесь отдыхать просто прекрасно. Мы попросили, чтобы открыли калитку и теперь на улицу Крутицкую будет выход работать до 11 часов. Можно будет насквозь пройти, отдохнуть здесь. Мне бы, как жителю города Иваново, хотелось как можно больше таких зон для отдыха, чтобы появлялись. А вообще, площадкой для творчества станет весь город. Фестиваль граффити – старт большого фестиваля уличного искусства, который так и называется – полотно. До конца августа в Иванове появится 17 новых рисунков и арт-объектов, которые сделают областной центр ярче и уютней.